Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Аналитика от инвестора с 25-летним опытом инвестирования. Сегодня вы сможете посмотреть очередной ролик с прогнозом курса доллара на следующем месяце. Как правило, это самые подробные фундаментальные ежемесячные ролики по теме курсов валют на моем канале. Будет прогноз доллара на октябрь. В ролике я освещу новые курсообразующие факторы, актуальные события, тенденции, влияющие на курсы валют. Будут цифры, графики, факты, логика, впрочем, как и всегда. Будут очередные интересные, но, к сожалению, негативные нюансы, которые могут привести к плохому, не только по валютному рынку. Так, ну, думаю, понятно, что сейчас прогноз сделать крайне сложно, и суть будет не в прогнозном значении, а в логике и в понимании текущих и будущих процессов на валютном рынке. В тенденциях. Важны и интересны именно тенденции. Для бизнесов и для инвесторов понимание процессов и тенденций на валютном рынке будет очень полезно. Иногда это ограждает от принятия плохих решений. Так, ну, давайте начинаю. Смотрим график курса доллара в рублях. Пятилетний график. Видим, что курс доллара заметно подрос, но в последнее время снова приумно. Но важно, конечно, не последнее движение. Важно то, что, как и предполагалось ранее, курс вернулся в уже привычный диапазон значения 90-95 рублей за доллар и не смог там удержаться. Это действительно важно. И по ходу моих рассуждений вы поймете, почему это так важно. А сейчас несколько слов про причины текущей кусовой динамики. Это все надо понимать. Но сначала напомню, что сейчас уже несколько месяцев валютный рынок живет в новых условиях. После санкций на Мосбиржу НКЦ. После вот этого события доллары и те же евро не торгуются на бирже в режиме нормальных регулярных торгов. Теперь только вне биржевой торги. Именно после санкций на Мосбиржу НКЦ, после активизации проблем с взаиморасчетами с дружественными банками, курс доллара снизился и пробыл заметно ниже 90 рублей несколько недель. Очевидно, что санкции и затруднения в расчетах за импортные товары существенно перекосили основной курсообразующий механизм. Это баланс экспорта и импорта. Перекос исправлялся довольно долго и судя по некоторым признакам и возобновившемуся снижению курса доллара этот перекос начал снова усугубляться. Дело в том, что сейчас еще остаются проблемы с международными расчетами за импорт. Конкретно сам знаю несколько кейсов с проблемами по китайским и индийским банкам. В основном, конечно, китайские. Поэтому даже, казалось бы, востребованный у нас юань по понятным причинам тоже просел из-за реальных сложностей и санкционных проблем. Из-за снижения спроса на валюту. Ну а курс доллара, похоже, подрастал непродолжительно на рваных поступлениях за нефть, которые происходят с некоторым временным лагом. И, судя по всему, экспортеры продолжили зажимать валюту на своих счетах за рубежом. Думаю, что если на момент просмотра вами вот этого ролика курс доллара окажется заметно ниже 90 рублей, то это будет означать, что проблемы с взаиморасчетами, вероятнее всего, усугубляются. А это очень плохо, потому что кроме укрепления рубля, подобные процессы влекут за собой удорожание импортных товаров, а следовательно и рост инфляции. Растущая инфляция, в свою очередь, это совсем плохо, потому что ее будет сбивать ЦБ с помощью повышения ключевой ставки. А это уже, в свою очередь, влечет за собой конкретное давление на развитие экономики страны и делает нас беднее. Да и по фондовому рынку рост ключевой ставки это тоже очень плохо. Вот, но в этом стройном логическом ряду, думаю, что не все понимают, с чего это вдруг проблемы с взаиморасчетами могут привести к повышению инфляции. Ведь в этом случае, вроде как, доллар снижается. Коротко объясню. Из-за сложности с расчетами за импортный товар возникнет, уже возникает его дефицит и цены растут естественным образом. Кроме того, те хитрые схемы с расчетами, которые сейчас все-таки происходят, проходят, характеризуются повышенными сопутствующими расходами и комиссионными. Посредники пользуются случаем. Эти повышенные комиссионные импортер переложит на нас с вами в виде добавки к цене. В общем, очень опасный процесс сейчас развивается в сфере взаиморасчетов по внешнеторговой деятельности. Правительство и Банк России об этом знают, но исправить ситуацию полностью не могут уже несколько месяцев. Очень хотят исправить, потому что понимают, что неконтролируемый рост инфляции – это страшное дело. И пока все развивается именно в эту сторону. В общем, получилось следующее. Очевидно, что кроме резкого нового изменения в виде санкций на НКЦ, грубо три месяца назад, укрепление рубля усилилось нарастающими проблемами с дружественными иностранными банками. Но недавнее ослабление рубля – это не результат решения проблем с расчетами. Это другое. И связано оно, скорее всего, с тем временным лагом, с которым поступают реальные нефтедоллары за российские углеводороды. Так что риски по волатильности курсов валют заметно растут. Все может пойти немного не так, как виделось раньше. Вот, ну а теперь давайте посмотрим, что может быть дальше и почему. Почему? Остается немаленькая вероятность того, что со временем проблема осуществления трансграничных платежей может уйти или заметно снизить свое влияние. Ведь не секрет, что многие санкции, например, по нефти или из других отраслей тоже обходились не сразу. Требовалось время сначала на придумывание, а потом и на обкатке различных схем. Не все так просто. И сейчас вот с одной стороны вроде как процесс идет в правильную сторону, но он явно идет в ту сторону слишком медленно, пока риски растут. Тем не менее, повторюсь, остается надежда на то, что платежи наладятся хотя бы частично, а это означает, что вырастет спрос на валюты и они усилятся дополнительно. Но, к сожалению, когда конкретно это произойдет, неизвестно никому. Потому что процесс налаживания новых схем оплаты – дело сложное, довольно туманное, непрозрачное и слабо прогнозируемое. Косвенно улучшение по этой теме можно будет увидеть по росту объема платежей за импорт и, естественно, по увеличению спроса на валюты. Далее, про нефть. Нефть – это очень важно и не только для самочувствия рубля. От нефти зависит бюджет страны и наше с вами благосостояние. Смотрим на график цены нефти Brent. И ничего хорошего, позитивного здесь не видим. Происходит стагнация, если не сказать больше. Цена на нефть очень важна, если говорить о каком-то пролонгированном курсообразовании на российском валютном рынке. Текущие цены на нефть откликаются над динамики валютного рынка с некоторой временной задержкой. И действительно, если цены на нефть продолжат снижение достаточно долго, то в этих условиях рост курса доллара, вероятнее всего, будет повышаться. Соответственно, если нефть уходит вниз относительно быстро, то у нас довольно скоро может возникнуть бюджетная и валютная паника. Ну, бюджетные, наверное, вряд ли там паниковать не будут, а вот по валюте население может побежать. Если доллар начнет расти на панике, то останавливать это дело придется финансовым властям. И не всегда это получается сделать сразу. Это стоит понимать. Ну, а нефть сейчас показывает отрицательную динамику на риторике агентств, прогнозирующих спрос и предложение по этой самой нефти. Сейчас развивается мнение большинства аналитиков о том, что предложение по нефти в ближайшие месяцы продолжит расти. И поэтому цена и снижается. Но я вижу также признаки того, что спрос на нефть не будет падать. А по предложению негатива сейчас не так много в действительности, как принято об этом говорить. Но если будут педалироваться рецессионные настроения в США и у ведущих экономик мира, если у Китая все окажется несколько хуже, чем сейчас, то вероятность снижения цен на нефть возрастет. И если рецессия действительно посетит США и попутно другие крупные экономики, то цена на нефть пойдет и дальше вниз. А вот это уже не шутки, это уже будет все по-взрослому. И даже может получиться так, что финансовые власти России в этом вот случае не станут удерживать курс доллара ниже 100 рублей. Прежде всего потому, что и даже уже сейчас при текущей цене на нефть страна имеет проблемы с наполнением бюджета и ФНБ. Приоритет вполне могут тут опять же в том случае отдать стабилизации бюджетной ситуации через частичную девальвацию рубля. Это конечно довольно экстремальный сценарий, но абсолютно не фантастический. Для его реализации достаточно нефти попадать пару месяцев, ну в примерно среднем темпе. Вот поэтому-то я и сказал в начале блока про нефть, что нефтяные ценовые тенденции для России по-прежнему очень важны. В общем не стоит думать, что общая мировая экономическая рецессия на нас никак не скажется. Может сказаться очень даже не слабо. И в этом контексте текущее снижение цен на нефть вкупе с продолжающимися проблемами в международных расчетах это очень нехорошая связка, ведущая к реальным сложностям в российской экономике, на валютном и на фондовом рынках. Дело серьезное. Но не в моих правилах нагнетать и пугать заранее, но на данном этапе вижу, что двигаемся в плохую сторону, двигаемся довольно быстро и это настораживает. Также вот в блоке про нефть следует обязательно сказать и про геополитику. Многие эксперты прогнозируют сейчас резкое усиление геополитической напряженности, причем в разных регионах планеты, в связи с этим вполне может повыситься волатильность нефтяных цен. Но вот конкретно резкий рост цен на нефть на геополитике я конечно прогнозировать не стану. Такое естественно спрогнозировать невозможно и никаких ставок на подобные события у меня не будет. Далее, продолжая по процессам, которые с большой вероятностью повлияют на курсы образования. Стоит понимать, что сейчас, как я сказал чуть выше, по-прежнему остаются проблемы с наполнением бюджета России, так как растут различные расходы, в основном те, которые не публичные. Все прекрасно понимают о чем речь. Именно устойчивые бюджетные проблемы, сегодняшние прогнозируемые, привели нас к повышению налогов, которые везде теперь называют донастройкой налоговой системы. Упомянутые бюджетные проблемы действительно могут усугубиться вместе со снижением цен на нефть. Поэтому финансовые власти страны уже сейчас заранее не заинтересованы в заметно укрепляющемся рубле. Именно по этой причине относительно недавно ЦБ ослаблял требования по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров в очередной раз. Финансовые власти явно не хотели видеть курс доллара значительно ниже 90 рублей. И если следовать этой логике, то могут подкорректировать и еще. Есть и другие методы, целый набор системных и ручных корректирующих и ограничивающих воздействий на курсы валют со стороны регулирующих органов. Об этом не стоит забывать. Еще в начале ролика я говорил о важности того факта, что курс доллара зашел обратно в коридор 90-95 рублей и не смог там удержаться. Похоже, этот коридор устраивал всех, а самое главное устраивал финансовые власти страны. А это означает, что различными действиями, явными и неявными, финансовые власти постараются вернуть курс доллара к тем более эффективным для наполнения бюджета значениям. То есть чуть повыше. Однако, думая, что специально и резко загонять курсы валют еще выше, близко к 100 рублям за доллар, никто не станет. Особенно на фоне снижающихся цен на нефть. Сейчас действовать нужно очень осторожно. И всегда помнить про нефтяной курсообразующий фактор. К тому же, до сих пор вполне реален расклад, при котором по мере адаптации к санкциям и взаиморасчетным ограничениям импортная составляющая все же восстановится и естественным образом уже сама потянет за собой курс доллара выше. В связи с этим, имеется немаленькая вероятность того, что курс доллара в рублях преимущественно будет находиться примерно в районе 90 рублей, плюс-минус немного. Банк России однозначно будет наблюдать за этими процессами и его явно устроит курс доллара в районе 90 рублей и даже лучше, если немного выше. Вот, далее. При прогнозировании ценовой динамики по валютам не стоит забывать и про ключевую ставку. Незначительные изменения ключевой ставки практически не влияют на курсы валют, но сейчас немного другая картина. Дело в том, что высокая, задранная ключевая ставка действует в нашей экономике уже довольно долго. А это, в свою очередь, способно заметно затормозить восстановление объемов импорта по естественным причинам. Имеется в виду снижение спроса на импортные товары, так как кредиты станут совсем неподъемными. Ну, уже стали. И, как следствие, в этом случае рубль может ощутить дополнительный ренессанс, прилив сил и радость. Ну, а при совпадении с другими укрепляющими курсообразующими факторами, курс доллара тогда может сходить заметно ниже 85 рублей. И такой расклад тоже я не стал бы называть фантастическим. Такой вполне реально в сегодняшней конфигурации ситуации с валютами. Но все же вот жизнь показывает, что совпадение различных позитивных для рубля факторов долго не длится. Поэтому, скорее всего, вероятность возобновления роста курса доллара будет увеличиваться со временем по целому ряду других причин, в том числе и долгосрочных и фундаментальных. Вот, продолжу про ключевую ставку. Это тоже важная тема. Сейчас многое в экономике зависит от инфляционной ситуации в стране и от ключевой ставки. Если инфляция до заседания ЦБ по ключевой ставке начнет показывать хотя бы признаки устойчивого снижения, то ключ могут и не поднять совсем. Дело в том, что на инфляционные проблемы и проблемы развития бизнеса в стране уже указал сам президент. Я даже делал об этом публикацию у себя на основном телеграм-канале. Вот она на ваших экранах. Ну, кстати, если заходите туда подписаться, то делайте это только через мою ссылку, чтобы не попасть на мошенников. Вот, то есть замечание президента может означать акцентированную борьбу с инфляцией и сдерживание роста ключевой ставки. Но если инфляция в ближайшее время ускорится, то ставку точно поднимут примерно на 2%. И сейчас, кстати, это пока основной базовый сценарий у большинства аналитиков. Также вполне реален и некий компромиссный вариант, то есть рост ключевой ставки на 1%. Ну, а потом типа посмотрят на бюджет и уже позже откорректируют ставку так, как будет нужно на более длительный период времени. Такой расклад вполне реален. Так, далее, давайте перейду к другим действиям ЦБ Минфина на валютном рынке. Ну, хотя рынком валютные процессы у нас сейчас назвать можно только с большой натяжкой. Так вот, процессы, происходящие в рамках бюджетного правила и околобюджетного правила, различные покупки-продажи юаней, отзеркаливания и тому подобное, сейчас очень мало влияют на курсы валют. Дело в том, что итоговые объемы вывода или завода валют в систему в результате этих хитрых процессов действий остаются относительно незначительными. Влияние на курсы валют, соответственно, тоже небольшое и точно не решающее. Вот, также хочу напомнить, что все сегодняшние рассуждения, анализ баланса по экспорту и импорту в стране, рассмотрение различных курсообразующих факторов касаются и курсов других валют, юаней, евро и так далее, через те самые кросс-курсы по доллару. Касаются примерно так же, как и доллара, но со своими небольшими нюансами. Но сегодня эти нюансы я трогать не буду. Вот, в общем, думаю, что уже очевидно, что итоговое октябрьское соотношение внешнеторгового баланса России спрогнозировать сложно. К тому же могут появиться новые или усилиться некоторые старые нюансы, факторы и тенденции. Как минимум непонятно, как долго проблемы с денежными расчетами будут перекашивать баланс экспорт-импорт. Месяц, вот этот прогнозируемый октябрь, может оказаться довольно интересным. Могут быть и совершенно непрогнозируемые сюрпризы, особенно со стороны геополитики. Там предпосылок для эскалации напряжения сейчас более чем предостаточно. Думаю, это очевидно. Даже если и будет разрядка по геополитике договоренностей, существенное улучшение, то только после предварительной более серьезной эскалации. Что сейчас, на мой взгляд, уже и происходит. Но может быть и еще жестче. К сожалению. Я бы этому не удивился. Так вот, как я уже сказал сегодня, важной для определения баланса экспорт-импорт будет тенденция на нефтяном рынке с учетом усиливающихся санкций и платежных проблем за импорт. Обязательно стоит обращать внимание на ситуацию с бюджетом. Инфляционные процессы, которые влияют на позицию ЦБ по ключевой ставке, на эти данные будет реагировать и валютный рынок, и фондовый. И это более чем логично. В общем, основные курсообразующие факторы я уже сегодня либо раскрыл, либо упомянул. Про денежную массу не сказал, но там мало изменений. Ну вот, график у вас на экране, и существенных, и заслуживающих внимания изменений здесь действительно нет. Ничего резкого, значительного и судьбоносного. Так, все ключевые параметры, моменты, курсообразующие факторы я вроде бы как описал. Акценты расставлены. Переходим к основному блюду, к прогнозу. Мы видим, что в последнее время курс доллара побыл некоторое время выше отметки 90 рублей и снова пошел в сторону 85 рублей. Что, на мой взгляд, говорит нам о продолжающихся, а может быть даже и усиливающихся проблемах с взаиморасчетами. Ведь укрепление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть, а это очень ненормально. В общем, таким образом, предыдущий привычный коридор курсовых значений перестал быть актуальным. Причины я изложил выше. И курс доллара, похоже, вернулся в коридор 85-90 рублей. Он там был сравнительно недолго, но все же вернулся опять. При этом, естественно, остаются предпосылки и факторы выхода значения курса как через нижнюю границу, так и через верхнюю границу этого коридора. Но, как я обосновал выше, текущее укрепление рубля вполне может оказаться временным. И поэтому я предпочту быть осторожным, особенно если речь идет об октябре. Впереди явно намечается эскалация геополитической напряженности. Могут быть и провокации, и усиленные внешние давления, и так далее, и тому подобное. Поэтому мой прогноз доллара на октябрь 2024 года – это коридор значений 87-92 рубля. Все-таки я не стану торопиться прогнозировать дальнейшее существенное укрепление рубля под очевидным действием временного фактора. И это означает, что я все-таки не исключаю дальнейшего небольшого временного укрепления рубля, но вижу достаточно фундаментальных факторов для роста доллара в более отдаленном временном периоде. Это довольно ключевая фраза, вникните в нее. Также стоит понимать, что этот прогноз сделан в осознании того фактора, что текущие проблемы с международными платежами с большой вероятностью будут относительно непродолжительными. После вероятного решения этих проблем привычная тенденция к ослаблению национальной валюты восстановится. На долгосроке мы это увидим. Из-за уже давно выбранной действующей модели развития российской экономики. В общем, на коридор кусовых значений по доллару 87-92 рубля в октябре я и буду ориентировать свои инвестиционные решения. Но и риски возможного выхода из него тоже учту. Это базовый прогноз, без экстраординарных событий и заявлений, без черных лебедей и мощных неожиданностей, без существенного выхода нерезидентских бизнесов и точно без экстремальной геополитики. Вот, а сейчас важная ремарка ко всему вышесказанному. Прочитайте на экране, это нужно осознавать, прочитайте на паузе внимательнее. Ну а на сегодня это все. Успех финансовой независимости, да пребудет с вами села сложного процента.